И всем привет, с вами я, Беззубик, ребята, и сегодня мы вместе с моей женой, Дневной Фурией. Всем привет, ребята, будем, и, конечно же, точнее, и, точнее, еще с нашей лучшей подружкой Крамки, да, всем привет, Улечки, Хай, Улечки, да, плохо получилось, короче, всем привет, ребята, надеюсь, у вас все хорошо. А, тихо, да, всем привет, ребята, всем привет, да, это был Улечкинг, так, ребята, что я вам хотела сказать, и сегодня мы всей нашей большой, дружной командой, Астрид, тебя не видно в кадре, простите, простите, я не могу выйти в кадр, я сюда к Улечкингу встану. О, так, все, все в сборе, и сегодня мы своей дружной, я бы сказала, пятерочкой будем снимать сериал. Этот сериал основан на реальных событиях, он, конечно же, не создан по прям вот канону Капурчий Дракон, это наша фантазия небольшая, я надеюсь, вам очень понравится. А сериал будет о Грангильде и о ее таинственном поклоннике, надеюсь, вам понравится этот сериал, поставьте, давайте-ка, ребята, поставим, хм, 100, нет, давайте лучше 120 лайков поставим, и тогда будет новая серия. Я думаю, вам оно понравится, поэтому, ребята, постарайтесь поставить 120 лайков, вы же, наверное, захотите по наложению истории, а точнее сериал будет называться Грангильда и ее таинственный поклонник, надеюсь, вам понравится это, ребята. Ну что ж, ребята, давайте начинать. Всем привет, с вами я, Грангильда, я думал, вы меня все знаете, я словно змеевик, и я лучшая-лучшая подружка Астрид. Моя хорошая. Я очень люблю свою хозяйку, но, к сожалению, я ее не очень понимаю, а она меня, так как я разговариваю по драконьему языку, а она по-человеческому, к сожалению, я ее не понимаю. Ребята, я думаю, вы поняли, что в этом сериале драконы будут курить по-своему, а люди по-своему, и никто не будет не понимать друг с другом, я думаю, вы поняли. Ладно, все, продолжайте. Мы раньше с Астрид очень любили летать, я обожалася летать. Ну что, девочка, давай полетаем. Что, девочка, полетели? Угу, лети! Но в последнее время наша дружба с Астрид что-то стала плохо развиваться. Астрид стала больше времени проводить с икингом, а мне остается быть одной неприятным. Девочка, стой, 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 стой. Девочка, прости, но сегодня так мало. Мне просто надо к икингу. Оп. Ну все, девочка, давай, до завтра. Девочка, я понимаю, ну давай, мне нужно идти к икингу. Ладно, пока. Ладно, если бы я еще оставалась совсем-совсем одна. Но раньше со мной был Беззубик, мы с ним хорошо проводили время. Ай, но теперь... Да-да-да-да-да-да. Беззубик, давай с тобой полетаем, Как-нибудь, не знаю, поиграем. Ну, не знаю, просто я обещала в дневной фуре, что мы с ней полетаем сейчас. Ты каждый день с ней летаешь. Ну, и что? Она как бы моя жена. Как бы, прости, Крангильда, но не сегодня. Эй, привет, Крангильда, привет. Беззубик, ну что ты тут стоишь-то? Полетели. Ну, прости, ты видишь сама, ну никак мне. Ладно, пока, пока. Улетели. Вот опять я осталась совсем одна. Как жалко. Ладно, буду просто лежать и отдыхать. Ну, давай, Астрид, иди, иди. Привет, девочка, привет. А можешь удалить свое село? Просто, Икинг, скажи ей. Прости, конечно, но мы просто хотели полетать с Беззубиком и с Дневной Фурией. Как бы, Астрид будет на Дневной Фурии. Девочка, спокойно, это только на часок, хорошо? Так, сейчас сниму его. Ну, все, спасибо, девочка. Икинг, я уже иду. Давай. Ну что, Беззубик, давай быстрее, а то девочки нас догонят. Ну что, Дневная Фурия, давай покажем, что мы с вами объясняем. Да, и вот так вот каждый день я остаюсь одна, в надежде на то, что когда-то и у меня появится кто-то такой же, как у них. Хорошо, братья, полетали. Да, девочка, молодец, молодец. О, привет, Грангелек. Да, мы задержались. Ну и что, что на три часа. Так, девочка, если мы захотим, то мы вообще с Икингом будем целый день летать. Стой, подожди. Я думаю, тебе стоит с ней поговорить. Ну, ты поняла, по какому поводу. Ты, ты, ты думаешь... Ну, да, да, думаю. Ой, надеюсь, ее это не обидит. Хорошо, пойду поговорю с ней. Подожди тут, девочка, я сейчас. Привет, девочка. Да. Привет, моя хорошая, привет. Я тебе хочу кое-что сказать. Понимаешь, просто... Как бы тебе это сказать? Мы с Икингом хотели улететь в большое путешествие. Да, но... Понимаешь, ты просто такой довольно-таки медленный дракон. Ну, да, ты... Ну, то есть, понимаешь, просто... Без Зубику будет одиноко без дневной фурии, и... Понимаешь, э... Какой-то... Какой-то... Простит нам придется... Не прийти в дневной фурии. А ты останешься одна. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Девочки, не настряйся. Это... 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 Мы быстрым. Мы только на два дня. Мы хотим просто полетать по островам, посмотреть все. Девочка, стой! Зато потом целый день я буду с тобой тут. Обещаю. Ладно, спасибо, что понимаешь меня. Я пошла тогда. Давай, пока. Ну, что, поговорила с ней? Да, она все поняла. Ладно, давайте полетели. Кто последний, тот... Неудачник! У-у-у! Подождите нас! Ох, как я рад, что мы победили Гриммеля. С головы сорвала ветер. Мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Молодец, мой любимый дракон. Ты получишь свое лакомство. Ты стреля в моего врага. Он думал, что я мертв. Ха-ха-ха-ха-ха. Он глубоко ошибается. Если бы он знал, как долго я жду того дня, когда я смогу отомстить этой глупой ночной фурии. Я всю жизнь пытался истреблять эти виды. И я не могу погибнуть от одной из них. Это глупость. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, мой хороший. Ты же умный дракон. Ты меня тогда спас. Когда эта ночная фурия пыталась вбить меня, точнее ее хозяин. Иккинг. Дневная фурия оказалась предательницей. Она не уничтожила этого дракона. Но у меня есть хороший план. Я все же не зря всю свою жизнь убивала этих мерзких драконов. У меня опыт есть и довольно-таки большой. Но сначала нам надо с тобой проведать и найти этих драконов. И этих людей. Лети, мой дракон. И пока не найдешь, не возвращайся. Понял? И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавший, спрыгну за столы. Подписывайтесь на канал и ставь лайк. Если понравилось это видео. И всем пока. Пока-пока. Жми на полу. Лайкни меня. Лайкни меня. Лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Ты даже не знакомый. Просто жми на полу.